всем привет приветствую вас на канале тв распаковки сегодня будет рубрика сегодня я вас продолжу знакомить с спутниковыми тюнерами сегодня мне попал на обзор тюнер от германского бренда садком выготовлен он конечно выпущен он конечно в китае но бренд зарегистрирован вермания садком 4180 комбо у нас тит и 2 с 2 поддержит он вайфай адаптеры есть юсб лан выход формате работать двигаться кабель на эти виде видения т2 с 2 mp2 mp4 коробочка снизу писан и сейчас посмотрим на комплектации надо хочу еще сказать в этом тюнере очень плюс есть обучаемый пульт который нужно настраивать под телевизор сейчас я вам покажу как это все делается и можно забыть о пульте от телевизора все пользоваться одним пультом это очень удобная функция это очень большой плюс этого тюнера вот этот обучаемый пульт сейчас мы вскроем посмотрим комплектации есть такая мануалочка здесь все подробно описано как настроивать как что сканировать как надо что как настроить пульт все здесь есть комплектация как всегда со всеми тюнерами идет вот такой кабель тюльпан также идет вот такой пульт вот этот вот видите вот эти четыре кнопки это можно их обучить например звук переключение телевизора и включение выключение телевизора это все вам покажем и нужно все одним пультом пользоваться и пульт принципе и кнопочки хорошие резиновые пульт мне уже нравится тот же комплектации идут как всегда вот эти тарифы вот сам ученый рок садком 41 впереди вот написано каким мод и поддержит mp4 видео медиа плеер хампи тиви юсб флешка для проигрывания медиа файл вот кнопочки переключения сзади у нас есть антенный вход т2 антенный спутниковый вход юсб для подключения вай фай адаптера hdmi выход тюльпаны тоже в этом тюнере вот видите питание здесь встроенные но есть выносной выход который можно например если вдруг под питание внутри сгорит нужно купить отдельно выносное питание и вставить сюда пользоваться дольше не везти никуда в ремонт или найти какое стоит другое питание на 12 вольт один ампер подобрать вдруг найдется я считаю это плюс сейчас подключим к сети посмотрим каким цветом светится экран и потом пойдем телевизор подключаем розетку и вот он загружается включается зеленым цветом загрузка такой теперь посмотрим как покажу вам как настроить обучаемый посмотрим как работает этот пульт имеет четыре программируемые кнопки для этого нужно конечно снять этот пульт здесь внутри пульта тоже лежит инструкция как его все чтобы настроить чтобы настроить вложим так пульт и берем пульта телевизора приложим вот так напротив друг так потом одновременно нажимаем пульта кнопочку ok и 0 на 3 секунды нажимаем на 3 секунды тут я батарейки конечно не поставил он сейчас покажу вам так все я пульт батарейки поставил нужно одновременно нажать кнопочку ok и 0 пока не засветится красный диод все вот он засветился потом пульт напротив пульта на расстоян где-то 35 сантиметров вот так где-то его разместить и нужно нажать кнопку которую мы хотим запрограммировать например вот это включение и нажимаем кнопку тоже на телевизор вот это включение не держит вот видите она замигала кнопка запрограммировалась потом чтобы следующий можно звук например здесь нажать звук уменьшить и здесь уменьшить запрограммировать и здесь увеличить уменьшить и немножко поддерживать вы можете настроить как вам угодно вот такой как будет и вот эти сайте с помощью этих кнопок теперь можно включать выключать телевизор все будет работать одним пультом этот пульт можно сказать не нужен какие основные включить телевизор звук и переключение этого чтобы начать сразу переключать все остальное все здесь в этом очень удобная функция и итак подключаем данные комбо тюнер телевизору которая называется сад кома 4180 комбо но для начала я думаю нам нужно его прошить поставить последнюю версию прошивочки вот нажимаем вот это а обновляем с юсб путь к файлу и сейчас мы найдем нашу прошивочку так сейчас немножко поспешим здесь прошивочек на собиралась вот этот здесь установлю вот этот дом нажимаем ok и нажимаем старт и сейчас пойдет обновление нашего тюнера установится последний новый дом это тюнер у него очень конечно мне понравилась функция вот этот пульт который можно программировать и пользоваться одним пультом не забыть о пульте с телевизора все в одном как бы принимает он т2 каналы с 2 можно использовать как приемник кабельного телевидения установить очень хороший и 5 велист спутника можно смотреть карт шаринг но в общем так что вот уже он прошился сейчас мы сразу подключим вай фай настрой на языках и пройдемся по меню отсканируем настроем каналы и посмотрим что как и где работает вот продолжаем нашу настройку и для начала мы настроим наверно установку антенны установка антенны нас спутникова страну меня порт один должен быть дальше у нас посмотрим а масса масс я уже не помню наверно не 4 это точно до 3 их от бирту меня порт 2 да все нормально и посмотрим как работает канал это канал discovery чтобы его смотреть здесь поварю нужно немножко постоять на этом канале подождать пока появится картиночка и вот как работают спутниковые каналы немножко сейчас по переключаем вот тут идет сигнал сейчас пройдемся по меню по очереди и где что настроим вот режим телеканал и какие у нас есть видите такое меню сейчас я вам покажу вот кнопочкой 1 удалить канал 2 переместить 4 заблокировать выставить фаворит вот такое меню дальше радио канала и удалить все следующее меню установка времени таймера язык настройка а в вот видите вы у нас есть радио сессии с контроль установка usd это кому как нравится настройка цветопередачи здесь есть тоже по своим вкусу можно настроить и расширенные настройки это запас режиме и 5 выключены это если это включить сразу будет включаться айпи тебе они телеканалы так что кому кто нравится и настройка сети сейчас мы настроим нашу сеть вай фай вот мы нашли адаптер сейчас я виду свой пароль пароль я ввел нажимаю кнопочка и кейс сохранить и вот идет подключение вай фай сейчас она подключится и будем дальше смотреть что у нас дальше есть так настройку сети мы сделали переходим в следующие меню это здесь настройка антенны я уже показал здесь спутники подключения дали десеков ну и так далее настройки вот позиционера вот это нужно мотор настроить ну список спутников вот какие у нас есть можно тоже по настраивать список транспордеров сад finder это сейчас стала такая фишка это чтобы настроить с помощью приложения нужно его отсканировать вот загрузить приложение найти спутники с помощью этих приложений можно искать спутники с помощью этого тюнера она очень помогает это для настройщиков антенны для моста самостоятельной настои тройки спутниковых антенн вот и настройка dvt2 здесь у нас страна украина режим мы поставим авто включаем питание антенны и поиск каналам нажимаем ok и сейчас посмотрим какие у нас каналы поймается у меня подключенная польская антенна которую народе называют сеточка подключая ее без блока питания так как питание идет из тюнера вот там перед этим вы видели как я подключил и вот это питание и вот видите поймали стопроцентный сигнал и вот пошло сканирование каналов ну давайте сейчас несколько каналов просто сканировать чтобы долго не ждать заморачиваться я думаю вы уже много раз видели как это все сканируется так но нажимаем exit и сохраняем каналы каналы мы сохранили и вот поймались от 2 сейчас я вам покажу каналы это у нас спутниковые т2 где они там у нас вот они вот наши т2 каналы видите все эти каналы которые кодированы на спутнике открываются с помощью т2 и все это можно смотреть и клацать видите все она есть работает все прекрасно идет все прекрасно работают вот эти каналы ну а мы поехали дальше смотреть меню вот мы закончили на этом здесь настройка кабельного телевидения как я говорил это уже можно использовать этот приемник в качестве кабельного при приемника кабельного телевидения следующее меню системная информация вот версия моей прошивки сброс на заводские установки условный доступ обновление здесь можно включить обновление через себе и обновление через воздух вот это все синяя кнопочка нажимаем загрузить и если есть вот включаем красной кнопочкой автозагрузка и если есть там ключи какие-нибудь и листы или еще что-то вот здесь можно все это обновить настройки сисеком если у вас есть какой-то как шаринг и провайдер можно установить м джеком редактор ключей к м айди обновление пау я вам уже показывал айпи тиви можно установить свой айпи тиви лист и смотреть кучу каналов кроме спутников и использовать этот приемник как приемник айпи тиви телевидение дальше stalker портал здесь есть и stalker айпи тиви stalker вот это фильмы и установка если у вас есть доступ к этой системе можно все настроить также есть extreme портал есть погода вот так пишет ошибка сети это наверно что-то у меня с интернетом погода я знаю то что работает здесь отлично так смотрим что у нас здесь дальше есть есть youtube посмотрим youtube не знаю сейчас работает не работает но принципе ключи вот этот айпи ключ для youtube а тоже можно свободно установить вон красная кнопочка нажимаем установка система занята на кинотеатр мегагу но у меня видно проблемы сейчас интернетом поэтому сервисы не покажу ладно это интернет пропал ну посмотрите просто по меню какое здесь меню и кинолайф но кинолайф как обычно он не работает поэтому и медиа-центр это при подключении и usb флешки можно просматривать файлы видео музыку фото записанные файлы можно программы передач писать разные на флешку можно подключить я не помню до 256 гигабайт вроде он тянет флешку и можно записывать программы передачи фильмы ну вот такой тюнерок бюджетник есть все у т2 с 2 и 5 в и ну что еще надо я думаю за такие деньги чем доплачивать говорится за платные каналы от наших платных а 1 то вот так можно вот такой тюнером взять и все смотреть еще и плюсы вот этот умный пульт с помощью которого можно забыть о пульте к телевизорам поэтому тюнерок я этот могу советовать показал он хорошо прошивки иногда выходят но не так часто как например в сад интегралах но все равно выходят youtube я думаю тоже не сложно настроить так что тюнерок я могу советую а всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал поддержите меня лайком подпиской кого я желание можете поддерживать и материально там меня будет карточка потому что я хочу купить себе нормальную камеру чтобы снимать более качественные видео поэтому всем спасибо и до новых встреч а новая встреча будет очень очень скоро